При покупке IGM аккумулятора вас продавцы будут убеждать в некоторых его преимуществах. Так вот, давайте разберемся, откуда эти преимущества и насколько это правда. Самое основное преимущество этих аккумуляторов, это то, что их можно крутить в любом положении. То есть их можно устанавливать в любом положении, в каком вы только хотите. Хотите боком, хотите раком, хотите как хотите, даже вверх ногами, хотя вверх ногами не рекомендуют. Но на самом деле, если вы будете правильно использовать в зарядной режиме, то его можно использовать даже вверх ногами, потому что у него нет свободного электролита. А если будете заряжать неправильно, у вас будет выделяться жидкий электролит, потому что он будет вытесняться из стеклопакетов. И тогда если аккумулятор стоит вверх ногами То через клапан ВРЛА будет стравливаться лишнее давление Вместе с жидкой кислотой, которая вытеснилась из стекломатол Поэтому вниз головой не рекомендует Но возможно При условии, что вы будете соблюдать зарядные режимы То есть можно так И это их самое главное преимущество Обычно такие аккумуляторы используют либо мотоциклиста Либо на водном транспорте Потому что мотоциклы при езде клонятся туда-сюда Водный транспорт шатается на волнах Либо в бесперебойниках, где они ложатся боком Но в бесперебойниках они больше применяются Из-за того, что они не выделяют газы Потому что тут рекуперация 99% То, что они ложатся боком для бесперебойников Это уже как попутный эффект В основном в помещении они используются за счет того Что у них большая рекуперация Большой процент рекуперации Это первое неоспоримое преимущество И второе преимущество Это то, что эти аккумуляторы вибростойкие То есть устойчивы к вибрациям Как мы знаем, наливные аккумуляторы очень боятся вибраций При воздействии вибраций на аккумуляторные батареи Резко падает их срок службы То есть теряется срок службы И за счет чего теряется? За счет того, что обсыпается обмазка положительных пластин Сыпется обмазка положительных пластин Но так как в IGM аккумуляторах Пластина положительная Зажата Между стекловолокном То есть между стекловолоконными сепараторами То есть между стекловолоконными матами То этой обмазке На самом деле она сыпется и в IGM аккумуляторных батареях Но если в наливных батареях Порошок положительных пластин Обсыпался И поплыл вниз То есть опустился вниз банок и осел внутри сепараторов конвертов, потому что у нас же жидкий электролит. И в результате этого, когда будете кипятить аккумулятор, у вас электролит приобретет бурый цвет, потому что пластина положительная, она бурого цвета. Она и красит электролит в бурый цвет. То в IGM аккумуляторах положительная пластина цепится точно так же, как и в наливных аккумуляторных батареях, но порошок не может опуститься вниз аккумуляторной банки, потому что он застревает в стекломатах. Вот сейчас мы видим с практически нового аккумулятора на нем нет рыжих пятен. А если бы это уже был поюзанный аккумулятор, вот видно с этой стороны, вот если мы посмотрим на пластину, потруя пальцем, то видно, что она тоже сыпется. Сыпется точно так, как и в наливных аккумуляторных батареях, но эта крошка, видно, застревает в стекломате и не опускается вниз. Таким образом, действительно, эти аккумуляторы, они более виброустойчивые, и это тоже их неоспоримый большой плюс. Еще вам будут рассказывать, что эти аккумуляторы имеют большую цикличность. Если обычные наливные аккумуляторы имеют цикличность 100-200 циклов, что такое цикличность? Это разряд-заряд, то аккумуляторы IGM могут иметь цикличность от 100 до 4000 циклов, за счет чего, опять же, эффект тот же самый. При цикличности, что у нас происходит? У нас обсыпается порошок положительных пластин, то есть при цикличности сыпятся положительные пластины. И в наливных аккумуляторах порошок, который обсыпался с положительных пластин, опускается вниз банки, то в IGM аккумуляторных батареях положительные пластины при цикличности сыпятся точно так же, изнашиваются точно так же, но от обсыпания массы их удерживает стекломат. При этом, при изготовлении пакетов IGM аккумуляторных батарей, положительные и отрицательные пластины прокладывают между собой стекломатами и после этого их спрессовывают и уже тогда засовывают в банки. И в банках они находятся в спрессованном состоянии. Для чего? Для того, чтобы стекломат очень плотно прилегал к положительным пластинам. Иначе этого эффекта не будет. То есть там внутри банок IGM аккумулятора все очень компактно и плотно все это дело сидит. И это выливается в один большой минус, о котором поговорим немножко позже. Так вот, действительно IGM аккумуляторы меньше теряют обмазку в положительных пластинах. Еще вам будут рассказывать, что IGM аккумуляторы меньше коротят. Они действительно меньше коротят по той же причине. Если в наливном аккумуляторе разрушается пластина, то ее обломки падают вниз. Как видите, IGM аккумуляторная батарея тоже имеет разрушение положительной пластины. Точно так, как и в наливном. Но дело в том, что опять же все это дело зажимается между стекломатами и эти куски не опускаются вниз, не падают на дно банки. Если в наливном аккумуляторе эти обломки закоротят вам банку, то в IGM аккумуляторе эти обломки так и останутся между стекломатами. И короткого замыкания скорее всего не случится. Действительно IGM аккумуляторы не склонны к закорачиванию. Но это не значит, что они совсем не склонны к закорачиванию. Просто иногда бывает и коротят, иногда бывает и имеют саморазряд, но это бывает реже, чем у наливных аккумуляторных батареек. Это действительно надо признать. Это есть положительная сторона таких батарей. Что вам еще будут рассказывать? Вам будут рассказывать, что такие аккумуляторы работают при низких температурах лучше, чем наливные аккумуляторные батареи. Но это, скажем так, чистый маркетинг. На самом деле это не совсем правда. Вам расскажу, что эти аккумуляторы могут работать до минус 30 градусов по Цельсию вообще без проблем. В то время как наливные аккумуляторы уже будут при такой температуре работать плохо. Там загуснет электролит. За счет чего это достигается? Опять же, за счет того, что IGM аккумуляторы имеют внутри банок большую плотность электролита. Почему больше? Потому что там меньше объем. То есть это получается само по себе вынуждено. Если вы в наливной аккумулятор зальете плотность электролита, такую как в IGM аккумуляторные батареи, то он при низких температурах будет работать не хуже, чем IGM аккумуляторные батареи. И даже лучше. Поверьте мне на слово, наливные батареи при той же плотности электролита при низких температурах будут работать лучше, чем IGM аккумуляторные батареи. Потому что там диффузия электролита происходит намного легче, чем диффузия через стекломаты. Поэтому это чистого рода маркетинг. Ничего более. И как мы знаем, что чем больше плотность электролита, тем больше сульфатация. А значит и больше износ пластин. То есть они больше сыпятся. Но в IGM аккумуляторах они обсыпаны и остаются между стекломатов зажатые. Еще вы в рекламе прочитаете, что такие аккумуляторы IGM могут разряжаться на 20% ниже, чем наливные аккумуляторные батареи. То есть их предельное напряжение разряда 10,8 вольт. И это действительно правда. Но не совсем и правда. Почему? За счет чего это достигается? Достигается это за счет того, что в таких аккумуляторах очень часто применяется технология Carbon Boost. Зачем она там применена? Обычно она применяется в аккумуляторах, которые работают с системой Start-Stop. Потому что в системах Start-Stop аккумуляторы сильно подвержены нагрузкам. Там очень часто мотор глушится, заводится, дергается стартер. Соответственно аккумулятор частенько отдает большие токи. И всегда работает в полуразряженном состоянии. Вот эта технология Carbon Boost. И позволяет продавцам рассказывать о том, что такие аккумуляторы можно разряжать больше, чем наливные. На самом деле, если бы в наливных аккумуляторах применили тот же Carbon Boost, он работал бы не хуже, чем IGM аккумуляторные батареи. Но в дешевых наливных аккумуляторах такого Carbon Boost не применяют. Его применяют только на аккумуляторах, которые работают с системой Start-Stop. А это IGM аккумуляторы и EFB аккумуляторы. EFB у нас наливные. То есть там электролит плещется. И там тоже есть технология Carbon Boost. И работает она там не хуже, чем у IGM аккумуляторных батареек. Так что в этом вопросе, если сравнивать, допустим, IGM и сравнивать EFB, то EFB наливной ничем не хуже, чем IGM. Что такое Carbon Boost? Это когда в обмазку пластин вводится углерод, который препятствует спеканию сульфата со свинцом. То есть образование нерастворимых кристаллов сульфата. Интересная система. Когда-то сниму видео. Расскажу подробнее, что это такое. Тоже древнее, как мир. Но тоже не нашла своего использования. От нее в свое время отказались. И вспомнили только после того, как появилась система Start-Stop. Потому что аккумуляторы при системе Start-Stop, при высоких нагрузках, начали очень сильно сыпаться. Потому что они находятся в недозаряженном состоянии. И больше они страдали даже не от того, что сыпятся, а от сульфатации. От сплошного недозаряда. И начали спасаться вот этим вот Carbon Boost. Так, еще одна рекламка. Будут рассказывать, что у нас будут меньше корродировать пластины. Но меньше, опять же, они корродировать не будут. Будут корродировать точно так, как и в обычном аккумуляторе. Но ломаться тоже не будут. То есть корродить обломанными пластинами аккумулятор не будет. Опять же, за счет стекломатов. когда он будет рассказывать что тут пластины корродируют меньше нет не меньше даже больше потому что плотность электролита тут больше поэтому корродирование пластин в IJM аккумуляторах на самом деле больше но продавцы так говорят в рекламе потому что эти пластины не обсыпаются потому что они зажаты между стекломатами поэтому обсыпание действительно меньше но корродирует они не меньше это мы сейчас разговаривали о плюсах этих батарей опять же повторим какие плюса герметичный корпус можно ставить в любое положение хоть боком хоть низом хоть как хотите имеет большее число цикличности то есть более долговечные имеет технологию carbon boost то есть могут работать системе старт-стоп и могут разряжаться немножко ниже чем обычные наливные аккумуляторы до 20 процентов ниже они очень редко закорачиваются и самое главное их можно применять в закрытых помещениях потому что у них большая рекуперация газов они не выделяют кислоту водород и кислород на улицу это их главное преимущество а теперь о недостатках потому что часто мне пишут в видео ты почему-то не любишь IJM аккумуляторные батареи а я их действительно не очень-то летит так